1 2 3 запись идет всем привет всем привет мы продолжаем нашу рубрику около флористики и сегодня у нас дайджест за июль мы обсудим все новости которые касаются как-то цветов растений моды и все что нас вообще зацепило за июль и я хотела бы добавить вначале что вместо виктория самым специалист который была на нашем первом выпуске кстати спасибо за него спасибо за лайки за комментарии за просмотры у нас сегодня не менее легендарная личность гостях это кто скажите как ее зовут получать так всем привет меня зовут оксана я преподаватель и флорист лесси бёрд а также я 8 лет светила себя сегодня мне взяли для того чтобы усмешнить наш великолепнейший дайджест посмотрим насколько я справлюсь посмотрим насколько она справится дать пожелаем оксане удачи напишу в комментариях оксан удачи переносимся в нашу первую новость начну ее я вот девочки скажите мне ответ на один вопрос если бы на купюрах на банкнотах денежных были изображены цветы скажите расставаться с ними вам было бы приятнее и вообще пользоваться наличками вообще неприятно расставаться с деньгами хорошо давай по-другому пользоваться наличными деньгами вам было бы приятнее если на них были потрясающе красивые цветы а вот по всему поводу у меня новость от банка россии потому что банк россии выпустил памятные монеты серии красная книга до 2 рублевые монетки использовались и на них изображены редкие растения и грибы что же изображено у вас как обычно будет картинка я процитирую это белая язычковая дуванчик фиалка и ситконоска сдвоенная что из этого вы знаете это цветок это гриб нет это грипп он на самом деле очень интересный он тоже занесет красный который да это вот такая вот какая-то чуча ну то есть гриб носит сетку на главе и с него такая сниспадает до такие красивые монеты выпущены номиналом 2 рубля и всего пять тысяч штук поэтому друзья бежим можно взять в отделение банка россии где продается вся вот это вот а вот это я тебя не могу сказать нужно пройтись наверное до банка россии до посмотреть в отделении что-то и сразу скажу что не впервые не впервые цветы изображены на денежных банкнотах на купюрах вот мы вам еще хотим показать купюры которые по миру разлетелись в разных странах разные года на которых изображены очень красивые лилии розы и другие цветы какие-то из них уже к сожалению не выпускаются какие-то до сих пор в обороте она какие-то сделана ставка на будущее поэтому вот такая интересная цветочная денежная новость друзья у страны и деньги когда самая красивая для тебя сейчас можно паузу из всех купюр мне понравился больше всего румынский лей это номинал один румынский лей 2005 года выпуска и 100 румынских лей они такие яренькие красивые прям супер не знаю может что-то другой вот грузинский лари красивые да надо проверить пользуются ли там сейчас такими деньгами 2005 год все-таки но они смешно у меня следующая новость мы в прошлом выпуске рассказывали много про моду про цветы и вот в июле была парижская неделя моды кутюрная и там была представлена коллекция которая отсылала к ранним работам эльзы скиапарелли сейчас видите на экране эти прекрасные платья которые были украшены цветами там были различные птицы в общем очень красиво очень интересно перья в общем пошли бы вы куда-нибудь в таком шикарном платье но мне кажется украшение скиапарелли в принципе все знают что это такое они очень самодостаточно выглядят и это не знаю нужно это платье с открытой грудью мне кажется тоже прекрасно мы к сожалению не можем показать это на ютубе потому что там нет цветов там просто красиво на работу в таком наряде такой из холодильника выходишь вот а почему кстати к ранним работам потому что эльза скиапарелли вдохновлялась миром растений и есть такая история что она в детстве посадила себе семена в рот в нос и уши чтобы у нее выросло все и она была такой живой сад но к сожалению шалость не удалось и девочку пришлось спасать от удушья не сложили сорняк начал расти нет мне тоже у меня брат в детстве засунул в ухо возможно с этой же надеждой что что-то прорастет так она стала флористом это было не смешно первая срезанная фасоль из уха брата капец прямо и конечно как же как бы она проросла и он просто спать не мог ну шумно было его вместо а моя новость следующая в москве так мы находимся в москве поэтому освещаем все-таки что-то что проходит какие-то выставки фестивали именно происходящее в этом городе и так 22 июля то есть это уже началось и продолжаться до 11 сентября выставка цветочный джем основные площадки их много их 15 штук они будут располагаться в центре есть площадка на в днх есть площадка кинотеатр ударник есть площадка где парк горьковый музеон кутузовский проспект кстати как то на котором мы находимся тоже является одной из площадок но мы не видит ну скорее всего либо там какие-то арки да парк по поведению в общем целом много там на самом деле есть классные несколько цифр вам несколько классных площадок которые вы можете посетить и так 27 авторских садов и композиций будет задействовано и сейчас уже представлено вы можете смотреть последнее выставка открылась 1 августа примерно 10 тысяч квадратных метров застройки и цвета 15 цветочных арт-объектов про которые я сказала на манежной площади вот у стен кремля выросли поле из пшеницы с маками что прекрасно можно фотографируется не ехать за горох может быть мы вдохновлялись именно этой инсталляции кстати нет но я думала просто о том что я бы хотел на этом поле побывать и видимо у меня это какая-то идея проникла в чертоге разума шахлориста идея схожая идея часто возникает у разных людей одновременно поэтому так хочется да хочется съездить а не искать пшеничные поля за пределами города так что здесь еще классно есть тропический лес который находится у входа в цун целый сад-курорт зонтами террасы так так камергерском переулке у подножия память камергерском переулка у памятника стаиславского и немировичу данченко располагается каскадный розарий это выставка редких сортовых роз если у вас есть определенная любовь к розам пожалуйста приезжайте смотрите вы найдете какие-то невероятные сорта ваших роз любимых можно пофотографироваться наверное через яндекс можно узнать как этот сорт называется но это не точно так площадка геометрия природы разноуровневый сад с акцентом на четкие геометрические формы то есть это французский даже такой парк сад расположился на ведущих бульвару лестнице к новопушкинскому скверу вот пожалуйста новопушкинский сквер google в помощь яндекс навигатор так это неинтересно ну тасс рядом с тассом такая небольшая верандачка и вот клумба неинтересно не тебе цветы авангарда где крымский вал владения 2 это третьяковка ландшафтные дизайнеры ландшафтные дизайнеры вдохновились русскими художниками авангардистами создали определенный сад который тоже выполнен в таких же четких и интересных формах так это тоже кстати интересная приятная площадка на никольской называется you are the landscape здесь немножко еще по-английски да this project is made with mirrors то есть если переводится молодцы в общем с использованием крупных зеркал он еще был реализован в 19-м году его решили в этом году повторить потому что он имел оглушительный успех сад с отражением этих растений в зеркалах тоже производит неизгладимые впечатления так дальше дальше неплохо на новом арбате значит сад золотых призеров конкурса цветочный джем 2008 года в этом году сад площадью 1500 квадратных метров украсил тропические растения неинтересно то ли вырезать в русский лес русский лес вот как раз парк горького я вам говорила здесь руси все здесь можно встретить элементы и приусадебного сада и рощи то есть если гортензии и липы и березы большое разнотравие тростники рогозы и всякие камыши тоже классно понаблюдать а вот это мне очень понравился дальневосточный лес здесь уже разделили по каким-то зонам и он украшает главный вход в днх здесь он собран из душистых сосен гелей с молодыми шишками орешников кустов голубики и амурского тигра тигра не училась красное понятное дело а чучело может нет это игрушка давайте условимся на этом так ну и все на смешной выпуск конечно потом вот зарядье а потом самое последнее расскажет камила я еще предпоследнюю что классную прощатка к логопеду девочку сводить надо чуть одной ногой в детстве была у логопеда стояла между дверью и кабинетом это было так маму все я тебя веду к логопеду потому что я не сговариваю путала л и р рогопеду лыба но видимо что-то осталось артикуляции прощатка так смотри вернулась ты говорила прощатка эр эл либо площадка вернулась мир логопедов цикличен так южной части зарядье новая волна игр верник ведет лера кудрявцев и лазере в общем все русский лук на южной площадке зарядье это еще одна итак последний раз заново последнее что я вам хочу рассказать по поводу цветочного джема зарядье южной его части будет находиться русский лук с большим количеством разных растений шалфей тысячелистники колокольчики сиреневые яркие красные бордовые белые желтые кашечко с которым будут напоминать полотна года манэ что что русские сделали на плот манэ не было русских это про цветочную схему с полотна напоминает но с использованием наших русских цветов так заявлено со мной на самом сайте moscowseasons.com все я все супер наконец-то в общем смотрите сколько много локаций мы в общем смотрите сколько новых локаций красивых предложила оксана я думаю если вы приезжаете в гости в москву либо просто у вас есть свободные выходные вы не знаете куда сходить вот заходите на сайт цветочного джема выбирайте локации фоткайтесь что-то придумайте вдохновляйтесь и гуляйте просто пока сейчас лето жара отпуска и я хочу рассказать об одной локации из рамок цветочного джема которая понравилась очень мне она выглядит на самом деле очень по европейским впервые в москве у здания кинотеатра ударник представлен уникальный проект вертикального озеленения то есть эта гигантская стена дома высотой композиции высотой 14 метров а общая протяженность более 62 метров сейчас у вас будет фотография там использована более 10000 ампельных растений которые свиты между собой единое цветочное панно я надеюсь что это локация еще ожива обязательно сходите посмотрите это все выглядит супер масштабно очень яркие краски и мне вот сейчас стало интересно как же это все монтировали интересно как все поливается может у них там это да вообще в целом есть к себе ну системы есть вертикальных садов естественно не думаю что они просто так натыкали ну конечно завтра завянет во что-то и на скотч наверняка это все продумано но такой гигантский вертикальный сад содержать мне кажется очень накладно и в москве воду не отключают горячую да потому что горячим цветом ну горячим поливают да вот такая новая система еще урошения сверху но по-любому же нам все поливать чтобы это не простояла в такую жару за два дня наверное быстрее те поделили и найти это ударник вы знаете что делать следующая новость у нас из мира робототехники xiaomi что знали ли до нового вообще пьет робота гуманоида кибер-1 вот на что он способен вообще новость за август кто запретит кто запретит просто интересная история потому что робот действительно похож на человека на экране оценить ходит он правда странновато и достаточно медленно то есть он может самостоятельно ходить общаться с людьми находит не быстро максимальная скорость составляет 3 6 километров в час вот передвигается интересно что еще интересно он может держать разные предметы небольшие например цветы и вот в ролике в презентации он там смотрит на цветочек срывает его и на презентации уже в самом зрительском зале разработчику точнее генеральному директору компании вот он вручил цветок а потом они вместе сделали сэлфи на новый складной смартфон оси мимикс пол 2 незапланированная реклама да это не рекламная интеграция хотя и поклон нам за это не платили если что свяжитесь с нами одарила по моему красную герберу да я вот видела эту новость но чуть как-то мне не зацепило но видите это подаренная жизнь красивый жест обожаю символизм символизм цветов в жизни робота вали я так плакала в этот момент так но что вы мне оставляйте какие-то супер сложные история масштабные истории но ты же хвалили сама масштабный человек конечно сколько лет угадайте сколько лет лабора работает работает оксана лыси бёрд и в академии вопрос мы говорим о июль но новость на будущее но это будет в сентябре учитывая что наша дайджест выйдет в августе это очень делу очень как раз запланировать календарь и так что я хотела рассказать про это про цветочное языка сняла 13 15 сентября в крокус экспо проходит главная выставка года flower экспо некоторые к ней готовится уже за год до начала то есть это возможность локальным брендам связанных с ландшафтом с цветами с технологиями с айти какими технологиями выставиться показать проявить себя найти новых клиентов в общем это делается больше мероприятия бизнеса здесь можно проходят всевозможные бизнес сессии какие-то тоже можете прийти вы можете зарегистрироваться и посмотреть познакомиться с новыми производителями цветов допустим часто приезжают из аквадора из кении из голландии из германии посмотрим как будет в этом году мне кажется это действительно масштабное мероприятие которое мы точно будем освещать на канале может мы даже сходим на него есть с вами ждем следующий выпуск конечно обязательно мы сходим и все наглядно покажем где как что можно взять какие новые поставщики возможно какие-то цветы там новые придумали а вот упаковку там что-то уже есть производитель упаковок это тоже есть вообще дико рекомендую это мероприятие флориста вот я была на флауэкспо в 2016 году а только когда залетела вообще флористический мир и на меня это возымело огромное впечатление потому что я увидела кучу вообще цветов которых не было никогда тогда впервые увидела кустовую джульетту влюбилась нее все кустовая джульетта мой краш увидела японскую эустому которую сейчас уже мы активно все используем вот что-то еще да я познакомилась с плантацией дэвид постин вот у них самый красивый на мой взгляд был корнер то есть куча рвозд там такой аромат стоит а какая-то прямо гигантская территория экспо это же выставочный центр зал как здорово я очень хочу сходить то есть участие чтобы участвовать там и принять участие поставить свой стенд обязательно это платная история что просто прийти туда вам нужно зарегистрироваться и ходить гулять собирать контакты общаться обмениваться опытом networking некий да а еще кстати можно в флористическом конкурсе поучаствовать вот потому что там много таких всяких соревнований как это назвать вот поплести каркасы ну я думаю там не только каркасы какие-то и супер конструкции инсталляции тоже представлены и немножко пробежимся по новостям которые произошли за этот месяц у нас в академии и в цепула и сибердт за это время у нас прошло три вебинара начинный момент съемки два один из них планируется и я думаю точно будет был вебинар для наших дубайских коллег для флористов был open day так как мы в сентябре в конце сентября 26 27 28 поедем в дубай с нашим мастер-классом будем оформление еще делать поэтому если вдруг вы нас смотрите из дубая welcome приходите мы вас очень ждем также мы поедем в мексику чуть раньше дубая 20 гастрольный тур да да у нас гастрольный тур по миру оси берд на выезде до будем преподавать оформлять делать красоту вот также прошел у нас вебинар по мотивации сотрудников было интересно много полезной информации далее и на момент записи этого видео планируется вебинар по подготовке цветочной студии к праздникам горячая тема потому что 1 сентября у нас тут не за горами и эти вебинары бесплатные можете посмотреть ссылки мы оставим в описании также на предыдущей неделе то есть с 8 по 12 августа у нас прошел курс креативный флорист это измененный модуль так скажем мы обновили программы мы сделали более практические применимый для флористов и пятый день завершился масштабным оформлением вот здесь где у нас располагается студия мы делали перекрасили стену между прочим да красава голубой а сейчас такая легкая идеально в общем еще раз повторюсь мы оформляли делали масштабное оформление с использованием пшеницы сена а вот вместо маков у нас были красные пельгеры это все дело мы красиво сняли мы не могли конечно же упустить такой момент позвали стилиста визажиста видеографа фотографа модель кстати она балерина но не смогла продемонстрировать свои способности из-за того что здесь было немного скользкая и немного сена вот но тем не менее съемка получилась очень красивая мы оставим также ссылочку на пост с этой съемкой покажем некоторые кадры здесь вот поэтому милости просим в наш аккаунт чтобы посмотреть и проникнуться этим прекрасным оформлением поближе а вот у меня сейчас появился вопрос оксан а как вы вдохновляетесь к тому чтобы придумать и вот это вот креативное оформление все таки у вас целых 12 человек которые должны тоже проникнуться этой идеи должно понравиться и результат вас должен порадовать в конце и вот всегда она как бы схема работает и получается намного круче референс которые девочки придумывают вот например это оформление чем она вас привлекло да вот я не знаю иногда смотрю но в основном это то что тебя окружает либо я где-то смотрела картинки либо листала инстаграм интерес или еще что-то увидела эти поля думаю каким-то образом хочется это повторить тоже здесь и чтобы это было нетривиально первых нас 12 человек мы должны все задействовать чтобы они каждый участвовал и на протяжении сколько мы делаем шесть часов или пять часов это все декорируем чтобы это входило в рамки нашей студии пока не выезжаем здесь проходит чтобы это было какой-то новый взгляд на привычные вещи чтобы мы уложились в рамки бюджета много не ограничивающихся факторов которых ты в итоге оказываешься в кубике в квадрате не шаг влево шаг вправо у тебя уже не получается поэтому мы идеи есть они появляются некоторые идут вперед и потом просто не возвращаешься и осуществляешь реализовываешь собственно так это все и родилось вышло по моему интересно иногда сложно координировать все 12 человек у каждого свой взгляд своя какая-то идея но прежде чем приступить к реализации проекта мы показываем какую идею мы даем конечно могут быть какие-то нюансы что-то не подвешивается что-то не кладется то есть мы чуть-чуть можем отойти от плана но все равно в рамках картинки финального варианта мы двигаемся в целом это всегда всех устраивает все хорошо мы же не просто преподаватели должны объяснить почему так будет красиво конечно поэтому все воспринимают и критику и понимать что так будет уместнее лучше но еще хочу заметить что у нас эта группа про было супер такая дружная ребята привет смотрите этот выпуск вас ждет тут привет но на этой ноте прекрасный креативный вдохновляющий мы как обычно с вами прощаемся ждем еще больше просмотров еще больше комментариев лайков в тот раз я бросила тысячу в этот раз я также прошу тысячу просмотров просмотров до нас очень будет мотивировать ваши комментарии можете писать и как в тот раз в любые социальные сети вот мы пробуем еще раз этот формат мы можем менять гостей мы можем менять локации ждите нас в сентябре возможно с выставки возможно возможно и со студии возможно с дубая да там будет супер много событий сентябрь яркий для них или как это для событий а яркий на события сентябрь у нас будет вот до скорой встречи всем пока пока всем пока пока дарису гена камила андреевна андреевна